Морский пехотинец Каспийской флотилии. Во всех частицы мощей святого. Образы были освящены ровно год назад в Санкт-Петербурге в Александроневской лавре. И в декабре прошлого года в Калининграде одну из таких святынь передали Балтийскому флоту. Теперь настала очередь Черноморского. А святой благоверный князь Александр Невский – это защитник воинства нашего. Это тот пример, который помогает нашим воинам честно и доблестно, с мужеством служить своему Отечеству. Когда мы видим подвиг великого князя Александра Невского, мы стараемся ему подражать. И, конечно же, прежде всего подражает наше воинство. Его полководческому таланту, его стойкость, его мужеству, его семейным ценностям. Дату передачи иконы подбирали тщательно. 6 декабря – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. А в следующем году исполнится 800 лет со дня его рождения. Черноморский вход благодарны за то, что принимает икону. Зато, благодаря этому, Александра Невского, я хотел бы от себя лично, от члена военного совета Черноморского входа, поблагодарить непосредственно уважаемых соседей всех руководителей общественной организации Тайфон за передачу нам иконы. Торжественная церемония передачи иконы завершена. Теперь под звон колоколов образ перевозят к месту постоянной дислокации – в Казачью бухту к морским пехотинцам. На территории 810-й отдельной бригады морской пехоты в Казачьей бухте в 2015 году был заложен храм святого князя Александра Невского. Стоит здесь и памятник великому полководцу, который был открыт в 2017 году. А теперь место в храме Александра Невского займет и главная икона морской пехоты с его же изображением. Морские пехотинцы защищают нас. Теперь рядом с ними будет их защитник Александр Невский. Военнослужащие получают частицу силы святого князя. Князь Александр Невский стал небесным покровителем морской пехоты в нашей стране в 2012 году. Тогда же патриарх московский и всея Руси Кирилл предложил – иконы с изображением святого князя Александра Невского нужно передать всем флотам России. Александр Невский не просто так был определен, потому что в свое время при общении со святейшим патриархом он сказал, что Александр Невский – это защитник окраин русских. И он говорит, а так как морская пехота находится на всех наших окраинах – от Калининграда до Дальнего Востока, от севера до земли нашей Святой Крымской. И то, что икона теперь хранится в бригаде, это один из немаловажных воспитательных и, скажем так, религиозных факторов в службе современного матроса и любого военнослужащего. Уже в следующем году остальные три главные иконы планируют передать в дар соединениям и частям морской пехоты на Тихоокеанский и Северный флот, а также на Каспийскую флотилию. Святослав Данилов, Михаил Волобоев, Новости Севастополя. Святослав Данилов, Новости Севастополя.